Танцы на высоте более 6 метров, бег по колесу смелости, прыжки через пылающую обруч. Все это можно увидеть в цирке Шапиту и Империал. В Северный Казахстан творческая труппа приехала из Санкт-Петербурга. На манеже и за кулисами побывала наша съемочная группа. Яркий свет софитов, звуки скрипки, танцовщицы в красивых нарядах. Зрелищное цирковое шоу длится 2,5 часа. 5 лет назад мы у вас уже были на гастролях, только с другой программы. Многие жители помнят нас. Привезли новую программу с большим количеством животных. Это аттракцион с оливами в клетке, это и аттракцион с верблюдами, лошади, пони. Из артистов привезли много новшеств, чем мы отличаемся от других цирков. Это, конечно же, живой звук присутствует. Высота над манежем около 7 метров, но Хасан Мирсаидов работает без страховки. Публика в напряжении следит за исполнением трюка, а канатоходец свободно гуляет под куполом, выписывая танцевальные па и прыгая на скакалке. У Мирсаидовых цирковая династия. Сам Хасан впервые вышел на манеж, когда ему еще и пяти не было. Говорит, за это время под куполом цирка случалось всякое. У меня партнер был, и он улетал, слетел, то есть он перепрыжку делал через меня и вылетел в сторону. То есть все, а это там высота метров 18 была. Ну и я и за ним полетел, в одной руке схватил его и как бы поднял его. Это вот самый такой случай, неординарный. То есть и силы откуда-то появились поставить его на место. Не менее бурные овации сегодня заслужили дрессировщики верблюдов, лошадей. И вот на арене хищники Бала, Дуся и Зита. Львы чувствуют себя раскованно, их не пугают софиты и полный зал зрителей. Хищники остаются всегда хищниками. Моя задача в цирке показать, какие они есть на самом деле. Когда у них нет настроения, я говорю, пожалуйста, и они выполняют мое желание. Во время антракта зрители спешат взять автограф у понравившихся артистов, сделать фото с животными. Королям саван в цирке, конечно, подходить не рекомендуют, но есть на манеже и вполне миролюбивые четвероногие артисты. Например, вот этот пони. В цирке Мони выступает уже 11 лет вместе с собаками. Первое отделение цирковой программы зрителям пришлось по душе. Мне больше всего понравились львы, потому что они прыгали через кольцо. Мне понравился актер, который на веревке, который ходит наверху. Танцы, кони, верблюды. Верблюды просто поразительные. Мне понравились кем-мачки, я хочу тоже так уметь. Все мне понравились, буду еще приходить. Немало удивительного зрителей ждало его второй части программы. Она, пожалуй, получилась ярче первой. Публика в восторге от колеса смелости. Подняться на такую высоту готов не каждый, не говоря уже о беге на скорости. С восхищением наблюдают зрители и за выступлением гимнастов. У них в программе три номера. Каждое маленькое фееричное шоу. Выступление дрессированных собак иллюзиониста, веселого клоуна Мони. Скучно в цирке никому не будет. Кстати, Петропавловск – последний город в гастрольном графике артистов по Казахстану. Пробудут они здесь до 25 сентября. Увидеть программу «Цирка Шапито Империал» можно на стадионе «Жастар». В будни начало шоу в 18 часов, выходные в 13 и 17. Цена билета от полутора до четырех тысяч тенге. Ирина Панфилова, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК.